Хочу представить вашему вниманию молодой, но быстро развивающийся YouTube-канал под названием HammerHit. На нем вы сможете увидеть прохождение различных игр от нестареющей классики до современных шедевров игровой индустрии, приправленной веселыми и забавными комментариями автора, а также просто хорошо провести время и расслабиться. Переходите по ссылке в описании на канал HammerHit и подписывайтесь. Давайте поддержим начинающего автора. Привет, я Эмбра, наша компания продолжается сейчас за Швейцарию. Берем и фокус союзное золото, которое позволит нам открывать банки для демократических наций. Не знаю, что это нам даст, но явно что-то полезное. Так что давайте всем желающим демократическим нациям мы позволим открыть у нас банки в стране. Дальше мы выйдем в Гатарцкую лигу. Чтобы ее взять, баланс сил должен находиться слева диапазона мощная власть кантонов. А сейчас у нас, сейчас у нас, ага, мощная власть тут и здесь вот она заканчивается. То есть сюда стремиться нужно, конечно, прям конкретно и на дофига. Поэтому, скорее всего, пока мы сразу сюда выйти не сможем, скорее всего, так и не сможем, выйдем либо же как-нибудь вот сюда вот, тут смотреть. Еще можно сюда пройти, тут тоже баланс сил слева нужен. Ну, мы, получается, можем взять частично вот эти фокусы и выйти еще и сюда. Ладно, пока что давайте союзное золото. И насчет баланса сил постепенно продолжаем его двигать влево. Усилим высшее военное командование, получим также хорошие бонусы, опыт армии, командный ресурс, 150 плитки, конечно, это стоит, ну ладно. И здесь у нас уже не будет дебафа на поддержку войны, даже будет бонус плюс 15. Лимит капитуляции, конечно, плюс 75, это прикольно, одним селом воевать оставшимся. Но нам нужен именно федеральный совет. А вот и состоится сейчас суд над Давидом Франкфуртером. Все государство Швейцария и его соседи пристально следят за судом над Давидом Франкфуртером. Итог процесса решит не только участь убийцы, явившегося с повинной, но и судьбу государства Швейцарской конфедерации в целом. Он покажет, до какой степени держава готова поступиться своими институтами и традициями. В суде все указывает на справедливый приговор к тюремному заключению. Но влияние совета может изменить решение суда и, возможно, саму суть страны. Да, блин, конечно, любое здесь решение, оно не понравится Рейху. Здесь минус 30 отношения с Рейхом, так как легкий приговор. А здесь, если мы простим убийцу, фашиста, на нашей территории, причем такого капитального, то Рейх, конечно, обидится. У него будет событие, Швейцария провоцирует наш гнев. Отношение минус 40. Разница в 10. Давайте все-таки мы поступим так, как решил суд. Он же все-таки демократическое, нормальное государство. Без всяких там вмешательств в суды. Правильно, правильно. Давайте берем первый вариант. Фашизма у нас здесь в любом случае не будет. Я его подавлю. И без убийств. Кстати, он и так подавляется, так что нормально. У нас запрет иностранная нацистская пропаганда висит. Так, значит, смотрите, поскольку Совет решил не вмешиваться в это дело и оставить его судам и закону Граубендена, Давид Франкфуртер, признавшийся в убийстве Вильгельма Гуслофа, был приговорен к 18 годам тюрьмы. Можно было, конечно, и поменьше. Ладно, ладно. Мы знаем, что государство Третий Рейх желало бы более сурового приговора. И нашим дипломатам еще предстоит улаживать это разногласие. Но в такие времена мы не можем рисковать, вставая на чью-то сторону. Наш нейтралитет вот что может уберечь швейцарский народ в грядущей буре. Да, мы правильно сейчас решение приняли, потому что мы пойдем по пути как раз-таки нейтралитета. Ну, такого активного нейтралитета. Сами понимаете, о чем будем все эти игры? Нет. Мы будем с нейтралитетом у власти, но бешеными будем, так что нормально. Это лучшее, что можем сейчас сделать. Ну, ты сильно, да, обиделся? Ага. Ах, закупает оборудование врагами, минус 25. Да, ты че? Так, союзное золото. Все, мы это взяли. Гуслов, кстати, еще сейчас в Германии объявлен мучеником. Да, он тут все-таки старался очень сильно распространять взгляды Рейха в Швейцарии. Ну, не получилось, не задалось. А теперь насчет союзного золота. Что можем сделать? Абсолютно нейтральность тут пока лучше. Конечно, не перегибать палку. Мы вон с Италии на минус 75 мы посрались. То есть с Рейхом на минус 50 после всего произошедшего, а с Италии на минус 75. Так, ну, конечно, можно публично задобрить Рейх, осудить, тут задобрить государство. Ну, вообще, закупить истребителей в Америке даже можно 50 штук. Ну, конечно, это разозлит и Италию, и Третий Рейх. Поэтому давайте сюда лучше пока лазить не будем. Пока что максимально давайте будем придерживаться нейтралитета. Потом будем уже по ситуации смотреть. Будем уже отталкиваться от фокусов. Что тут по поводу банков этим? Вот, банки. Открыть банки для демократической нации. Для Франции, значит, мы откроем. Добавится швейцарская торговля золотом. Мы получим за это бонус. Ага. И они тоже. Парф. Берем. Франц отказывается использовать нашу банковскую систему. Несмотря на всю очевидную взаимную выгоду, судя по всему, не интересуется торговлей золотом со всем миром. Что это, точки Францины? Ну да. Ну что ж. А для кого можем еще открыть? А больше и не для кого. Ну, классный фокус, прекрасный. Так, значит, пока здесь мы остановились, можем двигаться. Хм, бюро Ха. Вот это мем на бюро. Давайте мы откроем. Нельзя допустить, чтобы наши соседи заподозрили, что мы пытаемся собрать о них сведения. Вот почему мы должны полагаться на частное разведывательное агентство для проведения тайных операций. Так, у нас тут агенты появятся, кстати, двое. Угу. Ганс и Рудольф. Бюро Ха, конечно, даст минус контрразведки, но усиление разведсети плюс 25. Хорошо. Потом пойдем дальше. А мы, блин, реально быстро фабрики эти строим. Я даже моргнуть не успеваю. У нас просто бонусы прям бешеные. Тут плюс 15. Строительство фабрик тут тоже плюс 15. А еще бы нам бы взять частичную мобилизацию. Тут мы получим больше фабрик. Бонусы, конечно. Конечно, скоро строительство фабрик мы не получим, но зато не будет дебафа на минус 30%. Так что давайте. Сейчас я уже беру фокус про гельветика. Здесь получаем бонус к приросту политвласти. И, кстати, получим еще больше фабрик. Уменьшает минимальную, так же она, боевую готовность, необходимую для активации гражданского ополчения. Но пока что мы не знаем, что это такое. Это должно открыться где-то вот здесь вот. Частичная мобилизация, кстати, дала так неплохо фабрик. Так что сейчас мы тут еще немножко их построим. И выйдем, в принципе, уже тогда вот сюда вот. Потому что здесь мы перестроимся со скоростью строительства фабрик на скорость строительства военных заводов. Будет уже дебаф к фабрикам, но бонус к военным заводам. Так что пока что немножечко ищу фабрик. А потом уже переключаемся на военные заводы. Взял я патриотические стрелковые клубы. Здесь мы получили людские ресурсы, там еще что-нибудь. Но главное, что это, помимо еще чего-нибудь, добавляет нам боевую готовность. Здесь получим мы идею национальное сопротивление, которое даст больше факторов военнообязанного. Лимит капитуляции, кстати, увеличится. Ну и все остальное прикольненько. Только вот поддержка демократии. Ё-моё, 0,05, может нам это не надо? Вот еще ретуроманский язык. Я бы тоже взял, но он сдвигает баланс сил к антонам. Поэтому трогать я вот это не хочу. И сейчас мы усиляем высшее военное командование. Давай. Падай, падай, падай. Есть. Все, мы тут даже больше, чем надо сделали. Теперь можем взять фокус Гатарская лига. Время раздоров и раскола прошло. Пора государства Швейцарии объединиться под единой демократией с непререкаемой властью. Все это во имя выживания наших швейцарских традиций и ценностей. Мы будем сопротивляться и победим. Прирост, конечно, политики уменьшится. У нас будет уже агрессивный дух Гильвеции. Но поддержка войны сразу плюс 35. Фактор войны обязан, объем производства. Командный ресурс, скорость 3-6 военных заводов, а фабрики тут тоже минус 15. У нас уже теперь будут лютые дебафы на скорость 3-6 фабрики. Но оно уже и нафиг надо, на самом деле. Так что я и не против. За 5% военных заводов 15 отдать фабрик. Пожалуйста. Я их уже строить сейчас уже не буду. Вот эти вот и строятся. Одна осталась, она достраивается и мы будем заниматься только военными заводами. Все, приехали. Дальше что там? Требуется, чтобы баланс сил, а вот мощный контроль совета находилась слева. Это... Это... Прям так далеко уйти, е-мое. Но нам, наверное, нужно добиваться централизации. И что? Стабильность минус 30% за соточку политики? Блин, а? Вот это, конечно, да. Но мы постепенно двигаемся в сторону кантонов из-за основополагающих принципов Швейцарии. Так что, если сейчас я трогать здесь ничего не буду, мы рано или поздно выйдем опять к Антонам. К этим вот Антонам. Блин, что, 30 стаба отдать? Ну, ну, да... Ладно, ну, ладно. 65. Так, кстати. Выборы президента я отдам сейчас, пожалуй, Альберта Мэйера. Он дает скорость 3-й, что фабрик. Классно, спасибо, но нам это уже не надо. Я не учел, кстати, что он тоже дает. Тут остальные давали в 1-2-е, плюс еще он. Молодец, мужик понадавал, но теперь давайте-ка мы тебя сейчас уберем, Альберт Мэйер. Здесь, конечно, можно ячейку получить. Сказали, что она всегда. Она добавляется. При удалении решения навсегда вот ячейка появляется. Я даже не обратил на это внимание. Но нам сейчас нужно убрать именно Мэйера. Вот эти классные, эти приятные. Но они нам нужны сейчас. А вот этого я сейчас уберу. Давайте, уходи. Так, и сейчас нам нужно назначить еще советника, который стоит 75 политки. Капец. Ладно, прижоз пока хороший, фокус я не беру. Двигаемся мы, значит, влево. Нужно будет сейчас еще взять вот это вот, наверное. Но пока что советник. Сейчас посмотрю, какой здесь нормальный. Слушай, а мне уже негде что-то строить. Тут у нас превышение. Блин, а ячейки-то у меня уже все. Может быть, что-то... Я даже не знаю. Здесь вот узел снабжения давайте сделаем. Чтобы уж лучше доставать сюда. Да, давайте так поступим. Хопа сюда. Тут лишняя дальность, она лишней не будет. И еще нам нужно торопиться. Почему вот я сейчас экстренно взял и начал выходить вот сюда вот? Потому что нам нужно максимально быстро забрать вот этот регион у Австрии. Потому что забрать потом мы его не сможем, как только Австрия окажется в составе Германии. И вот это вот все у нас заблокируется просто. Потому что здесь условия Австрии должна существовать. И здесь же не написано, что... А, следующий не влияет на фокус. Австрия не существует. Все. Значит, даже без Австрии этот фокус можно будет взять. Но! Я так понимаю, Рейхенов эту территорию не отдаст. Тогда другой момент. Австрию пускай может забрать. Но вот только регион мы не получим. А я хочу его получить. Но уже скоро этот аншлюз будет. Так что, блин, мы успеем выйти, интересно. А советник? Короче, советник. Хорош вот этот. На нейтралов. Там, поддержку войны. Штраф за нефантку ресурса вообще минус 30%. Но! Я возьму вот его. Потому что стабильность плюс 10%. Кстати, стоимость уже сотка. В минус мы ушли. Сейчас стабильность 75%. Вот это уже более-менее. Не 95, конечно, но хотя бы так. Все. Это уже можно взять. Я сейчас сидел без фокуса, чтобы политка быстрее копилась. И можно взять теперь новый Швейцарский Союз. Потребовать. Ну, уже тут мы ничего не потребуем. Потому что фокус-то этот пропустился. Форальберг требовать. Дело в том, что... Да, аншлюз уже произошел. Можно упредить аншлюз. Упредить. Тут мы аннексируем Австрию. Только фокус этот можно взять и пропустить. И все. Вот так. А в случае согласия Австрии мы получим претензии. Ну, мы тут уже ничего не получим. Если сейчас я это прожму. Ну, вообще, знаете, как-то это жестко взять за один фокус Австрию и аннексировать. Такое. Давайте выйдем вот сюда вот. В 13 веке лидеры трех кантонов-основателей дали клятву Вечного Альянса, который мы называем Швейцарским Союзом. Пришла пора обновить эту клятву так, чтобы расширить Союз и дать возможность другим кантонам ощутить эффекты нашей демократической конфедерации. Людский ресурс плюс тысяча и политвласть. Спасибо. А теперь должна быть поддержка Федерального Совета меньше 65-ти. А сейчас 66. Но она падает, нет? Падает, падает. Постепенно падает. Ну, может, я его и зря все-таки поставил. Но скоро здесь мы дойдем. До 64-х и 99-ти можно будет это взять. А пока что либо Швейцария в обороне, либо же нейтральная антанта. Здесь мы сделаем свои альянсы и, может быть, приглашать другие страны в антанту. Блин, а? А что нам стоит сделать? А Ленск, конечно, хорошо, но если мы с вами вот это, то у нас появятся регулярные войска. Я смогу сделать уже нормальную дивизию, ребят. Блин, а? Вот это, конечно, интересно, прикольно, но там союзники будут посредственные. То есть какая-нибудь там Куба, Боливия, Саудовская Аравия. Вот эта вот фигня, которая нам, ну, как-то по сути не нужна вообще. Но мы останемся, блин, с войсками-ополченцами, которых можем сделать 15-ти, то вот таких вот. А здесь можем сделать все нормальные войска. Но это будет банально, потому что, ну, мы за любую другую страну можем нормальные войска делать. А за Швейцарию это же прикольно, ополчение, все дела. Это же не навсегда две каски здесь, 15 дивизий всего лишь. Мы займемся уже нормально ополчением, я так понимаю, вот здесь вот. Поэтому, чё, выйдем сюда вот, рискнем? Давайте. Мы не единственная нейтральная нация в мире. Теперь, когда вот-вот разразится война и злономерные державы посягают на наше нежелание вмешиваться в их конфликты, нам нужно отдалиться от их еще дальше. Нужно заручиться взаимопомощью всех прочих нейтральных наций, чтобы война с одной такой означала войну со всеми ними. Это, конечно, прикольно, да, но это плохой вариант. Это реально плохой вариант. Кто, какие нейтральные нации? Ирландия, нейтральная нация, демократия. Кто здесь? Оман, может, к нам пойдет. Но это не поможет нам никак отдалеть Рейх или Италию. Но это все ради вас, подписчики, ради механики ополчения. Когда вы будете играть за Швейцарию, если собираетесь это делать, то рекомендую брать вот этот вот фокус. Не, ну если вы, конечно, мазохисты, как и я, то, пожалуйста, выходите сюда, флаг вам в руки. Ну, что насчет альянсов? Ух, да ты что? Ничего себе. Ну и сколько из них согласится? Швецию? Здесь самое интересное только Швецию. Ну, Нидерланды там. Все, мам, Бразилию, ладно. Все остальные страны, на кой фиг они нужны? Ну, давайте всех пригласим, это бесплатно. Всех зовем. И? Так, значит, непонятно, что кто вступает. Хорошо, разработчики здесь с переводом накосячили, ну ладно. Давайте сейчас посмотрим, много кто, конечно, отклоняет. Итак. Опа, Нидерланды. Здравствуйте. Нидерланды, это хорошо. Это вот единственный ближайший. Ааа, Люксембург, нет. Ближе он. Ближайший хороший союзник Люксембурга. Еще есть Ирландия, которая тоже нам как-то поможет, наверное, Швеция бы, конечно. Мм, они нас гарантият, кстати. Неплохо. Португаль нас гарантият и Коста-Рика. То есть они решили обменять это на альянс. Так, кто там еще согласился? Афганистан. Ого. Это Нидерланды. Тут. Боливия, Уругвай. Это Нидерланды. Гондурас, Никарагуа, Куба, Гаити. Пф, хорошо. Эээ, да. Но, но у нас ополченцы вместо армии. Швейцария имеет все возможности для подготовки солдат в долинах, горах, холмах и лесах. Но если мы хотим сражаться на чужой территории, нам нужно приспособиться к современным доктринам войны. Мы видели, как быстро современная метапехота может прорвать оборону и обеспечить стремительную победу. Мы можем сделать из этого выводы и подготовить швейцарскую армию. Опыт армии получим. Бонус к бронетранспортерам. Я их трогать пока не буду. Ну и один военный завод. Кстати, лидерство над Альянсом у нас скоро могут отжать Нидерланды. Класс. Только позвали. Давайте, может, сделаем этих ополченцев по максимуму. А, да, 11 штучек еще. Кстати, так как мы уходим вот сюда вот влево, то Италия и Германия, они в принципе к нам хорошо относятся. Если бы мы уходили вот сюда вот ближе к Антонам, этим самым, то по-любому мы бы посрались бы и с Германией, и с Италией. А пока нормально. Фокус, единственное, что вот эти вот я не трогаю, то есть запрет националистических движений. Вот, видите, мы тут будем сраться. Хорошо то, что я сюда не вышел, но глаз у меня сюда смотрел. Я здесь тоже посремся. И ежедневные изменения баланса сил в сторону кантонов. Все, это нам нафиг не надо, не трогаем. А вот сюда выйти надо. Тут тоже отношения, конечно, испортятся. Ну уж извините, здесь бонусы слишком хорошие. Так, тут че? А тут пока... Оу, военные заводы можно получить. Многоцелевые танки, катающиеся крепости. Здесь два бонуса по 200% на бронетехнику. Здесь четыре бонуса по 50%. Ну и, кстати, опыт армии плюс 150. Я возьму, пожалуй, вот это вот. Нам все равно там много исследовать. А так еще опыт армии побольше. И, кстати, выйдем вот сюда вот. Дальность снабжения плюс 20%. Нифига себе, это редкий модификатор. Не часто такое увидишь. Скорость строительства узлов плюс 25. И железных дорог плюс 30. Все, это тоже нам надо. Сейчас, конечно, нет, но в будущем, когда мы будем там прокладывать дороги, то надо. Я вышел в доктрину крупномасштабного планирования, потому что здесь позиционная война в обороне. Это то, на что нам нужно сейчас рассчитывать в первую очередь. А атаковать уже потом, после обороны нам нужно. Потому что если мы просрём оборону, то атаковать уже не выйдет. Так что в первую очередь только оборона. Вот о чём я говорил, дипломатические усилия Совета, они как раз таки улучшают мнение. С Италией, Третьим Рейхом, с Нёным Королевством. А если бы мы поступали наоборот, то ничего бы здесь не происходило. Мы просто бы никак бы на это не влияли. А оно бы постепенно само бы там отношение ухудшало. А здесь мы улучшали его. Так что тут уже нормально. Слушай, мы так можем подружиться и с Германией, и с Италией, если правда отношения будут очень хорошие. Кстати, можно нарастить торговлю с Францией. Давайте это сделаем. О, буду торговать золотом через нас. По бонусам скорость строительства плюс 10 уже, и фабрик 5%. Хорошо. Так, опять президент. Кстати, сейчас уже 64,56%, поэтому можем выйти вот сюда вот. А тут... А, ну тоже будет доступно, нормально. Кого убрать? Может кого-то по типу вот таких вот. Сейчас посмотрю, кто там будет интересно ещё. Ну, в любом случае, Эрнста мы сейчас убираем, давайте. Ну вот, фуррер, конечно, ячейку даст. Блин, фуррер, а. Ну, бонусы-то, темпы исследований плюс 20. Это даже может быть лучше, чем ячейка, потому что он ещё сверху даёт и эффективность максимального производства, поддержку нейтралов. Нет, я Эрнста уберу. Давайте вот так. А поставлю, пожалуй, сотрудника разведки, потому что больше здесь нормальных, которые нам подходят, их просто нету. Да, так что давайте вот его. И получим ещё одного оперативника. Так ведь? Да, вот, через 30 дней будет. И что насчёт коллаборационистов? Нет такой операции здесь. Там какие-то условия вроде есть на эту операцию, но я не помню какие, и я вроде не знал какие. Смотрю, есть, значит есть. Нету? Ну, нету. Фигово, что нету, потому что коллаборационисты нам нужны. Опыты сейчас мы очень хорошо так получили. Взял сейчас я подготовленную оборону. Это да, это нам надо. И тут уже массированный штурм. Сразу мы так к нему переходим после обороны. Кстати, новые войска уже готовы? Обам, 24 есть. Ни одна нация не защищена от быстрого наступления тоталитаризма. Многим регионам соседних государств была бы полезна защита, обеспечиваемая нашим нейтралитетом и в случае войны наши потрясающие оборонительные возможности. Откроется решение потребовать у государства будущий кантон. Но до этого мы можем влиять на будущие кантоны. Давайте посмотрим, что это такое будет. О, можем еще Иран позвать. Согласись, пожалуйста, согласись. И, о, вступает. Это хорошо, это вот тоже хороший союзник. Это нам надо. Хотя Афганистан войско 9 имеет, Иран 13. Единственное, что Советский Союз очень любит нападать на оба этих вот государства. И как там говорилось, да, при нападении на одного против всех членов нейтральной танты будет воевать агрессор. Но воевать против Советов, я об этом не думал вообще. Так, а что там насчет всего остального? Где там ЭТР? А, вот, смотрите. Влиять на будущие кантоны. С вероятностью 42% благодаря нашему влиянию регион хочет присоединиться к нам. И тут можно на каждой. А как эти проценты улучшить? 33-66, тут, 33-66, 42-57. Италия, Германия, вот, 42-57, 42-57, тут, в Австрии 52-47. Вот от чего это все зависит? Кстати, давайте продолжим наращивать торговлю. О, согласился еще, бонус. Слушай, так может нам эту Францию вообще не трогать? Потому что на эти бонусы вы посмотрите. Капец. Третий Рейх угрожает самому существованию Швейцарской конфедерации. Если Третий Рейх и Франция развяжут войну, германские войска пройдут через территории нашей страны. И Швейцария не сможет им помешать. Франция уже укрепила свои границы, и это один из двух возможных путей. На втором лежат Нидерланды и Бельгия. Если мы возведем фортификации на границе, Третий Рейх может отказаться от своего плана. А, кстати, я уже тут и планирую возводить в Юрии здесь, и в этих вот регионах тоже по троечке. Тут, получается, мы еще по два получим. Неплохо. Ну-ка, давайте. У нас тут есть... Ну, конечно, стоило построить троечку, потом еще сверху двойку получить. Это было бы выгоднее. Но, на самом деле, сейчас уже мало что я могу строить. Походу, буду сейчас заниматься только укреплениями, потому что инфраструктура там скоро будет максимальная. Все уже есть, и поэтому только укрепления. Прям подталкивают их строить. А что еще, кроме них? А также укрепить границу с Францией. Несмотря на приверженность Франции демократическим идеалам и давнешние дружественные отношения, мы не можем исключить возможность того, что Франция рассматривает швейцарскую территорию как плацдарм для неожиданного нападения на державу Германия или Италия. Вау! Франция хочет напасть на Швейцарию, по этим вот словам, чтобы потом через наши территории пройти до Третьего Рейха и Италии. Это же кто-то придумал. Ладно, короче, смотрите, это нам нужно взять, желательно взять все-таки, потому что Франция, скорее всего, в войне против Рейха проиграет. Мне так кажется, что она все-таки не выдержит напор Рейха. Так вот, когда она этот напор не выдержит, вот здесь вот у наших границ на Западе тоже будет Рейх. Если мы сейчас эту границу укрепим, то хорошо, молодцы. Только вот что здесь делать, когда Рейх будет проходить по неукрепленным нашим территориям на Западе. Поэтому обязательно здесь тоже укрепы и не менее, чем здесь. Нужно еще и тут все это сделать. А уже 39-й год, скоро все это уже будет начинаться. Поэтому мы сейчас после вот этого переходим в вооруженный нейтралитет. Наш давний нейтралитет важна часть швейцарского самосознания. Но один лишь нейтралитет не гарантирует нашей независимости. В конце концов, помог ли он государству Бельгия в Великой войне? Лучший сдерживающий фактор целая нация, готовая взять оружие и сражаться с любыми захватчиками. Бельгии не помогло то, что у нее не горы были, как у нас, а территория, по которой можно просто проехаться на скорости. А вот у нас так не получится. Ну это ладно. Значит, сейчас берем мы этот фокус Франции, выходим сюда вот и дальше выбор. Мы можем взять план обороны рубежей. Здесь бонус очень хороший на организацию, на восстановление, защита, укрепление. Ух, тут еще тоже организация восстановления. Бонусы, конечно, прекраснейшие. Но есть возможность повысить Анри Гизана, сделать его фельдмаршалом. И здесь у нас уже будут бонусы на атаку. Укрепление, конечно, тоже появится, возможно, без защиты атаковать на такую себе. Военные заводы получим. Время полной мобилизации будет снижено на один день. Класс. Это полезно, потому что у нас же будет ополчение, и нам нужно сейчас коллекционировать бонусы именно на ополчение. У нас вот, например, генерал, кстати, имеет бонусы на ополчение. Так что вполне себе мы раскроем ополчение. Главное сделать это максимально быстро и максимально качественно. Ну и потом уже посмотрим. Мне кажется, что лучше всего выйти именно вот сюда вот. В Гизана вот этого. Потому что мы по фокусам политическим начнем двигаться сюда, и тут у нас переворот Гизана. Потом вот сюда. Кстати, бонусы у него хорошие такие. Атака дивизии плюс 15, защита плюс 20. Этот мужик нам нужен. Вау. А это уже когда война закончится. Все это вернуть. Возвращение в Старый Швейцарь. Так, ну здесь нам нужно поражать сейчас усиливание высшего военного командования опять. И будем двигаться тогда вот сюда. Но, давайте в комментариях вы напишите, может быть нам взять стоит план обороны. Тут просто бонусы, они для атаки хороши. На самом деле они тут как-то вроде для атаки лучше, бонусы, чем тут. Тут что, военные заводы, тут будут организации, восстановление. Но Анри, он нам нужен. Но в любом случае... О, что это? Третий Рейх обосновывает цель войны на нас? А, он обосновывает цель войны на Бельгию. А Бельгия-то в нашем альянсе. А это означает то, что... Из Италии же тоже нам и с Рейхом воевать. А у фронт... Так, подожди. Укрепление здесь, ну, двоечка. Так, значит, инфраструктура потом. Быстро сейчас строим мы, срочно, укрепление. И в следующей серии начинается уже, получается, война. Но пока что давайте с вами попрощаюсь. Спасибо всем большое за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Ставьте колокольчик, чтобы больше не пропускать новое видео. Оформляйте спонсорку, чтобы получить классный бонус, а также играйте в декларные партии или просто общайтесь на нашей серии радиоскорде в ссылке в описании. Ну что ж, с вами был Эмбер, спасибо большое за просмотр. До встречи.